МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Урбан". Программа о городских проектах. Действительно, в эфире программа -"Урбан". Здесь в студии Дарьи Топузлеева и Светлана Занько. Добрый день. Как сделать наш город лучше? Слушайте Урбан. Программу о городских проектах. Каждые две недели. По средам. В 11.06. Сделаем наш город лучше. Вместе с системой Глобус. Мы сегодня обсуждаем... Внезапно, кстати, мы появились в эфире. Должен был быть сегодня разворот на бизнес. Но немного планы сдвинулись. И поэтому, Урбан, сегодня поговорим о Малых реках Кирова. Состав гостей у нас пока... И не только. А, да, во второй части у нас будет Юрий Захаров в гостях, генеральный директор компании «Железно». Будем говорить о терраспорт, который расположен в парке у Дворца пионеров. Всех он очень интересует. Поэтому дождитесь второй части. А в первой части Малые реки. И пока у нас в студии Константин Кропанев, куратор общественного проекта «Реки Кирова». И минут через 10 должен подойти Виталий Брам. Общественник тоже будет говорить с нами об этом. Да, ну давай я немножечко раскрою все-таки, почему мы сегодня так именно... Константин, можно поздороваться. Добрый день. Почему мы так решили выстроить сегодня Урбан? Напоминаем, что мы готовимся к первому Кировскому урбанистическому форуму. И мы стараемся сейчас сделать акцент на тех проектах, которые будут участвовать в урбанистическом форуме, которые будут дискутироваться, обсуждаться, проектироваться даже некоторые. Вот я, кстати, первый вопрос, который хотела задать тебе именно, Света. То есть секция будет какая-то отдельная на урбан-форуме, посвященная Малым рекам? А это надо не мне задавать вопрос, это надо Константину. Да, такая секция будет. Вот как раз по тому району, по прудику на реке Солнечная, которая находится между домами 35-45, это Солнечная между Хроновской и Егоровской. То есть там довольно интересная зона в нашем понимании, и там действительно какое-то требуется благоустройство, потому что детям негде гулять, мамашам с детьми негде гулять. И ближайшая какая-то зона, это Парк Победы, это два километра, это все же, так скажем, далеко. И вот одна из тем на урбан-форуме, который состоится 23-24 сентября, как раз будет некая такая деловая игра. Приедут урбанисты, так называемая группа, проектная группа номер 8. Не так называемая. Но известно в узких кругах. Урбанистическая группа номер 8, это Надежда Снегирева и Дмитрий Смирнов. Это Казань, насколько я понимаю. Они сами с Вологды, но они очень много проектов реализовали именно в Казани. Дмитрий Смирнов является консультантом Минстроя РФ по приоритетному проекту формирования комфортной городской среды. И вот как раз мы хотим пообсуждать вот эту зону с точки зрения, как довести идею до какого-то конкретного проекта. Потому что все сейчас пока на каких-то определенных идеях. Вроде идея есть, при том эта идея не моя. То есть там есть группа активистов, которые пытаются уже эту идею реализовать несколько лет, но они просто пока упираются в головую стену. И вот как раз наша задача понять на этом урбанистическом форуме в обсуждении с архитекторами, с урбанистами, с жителями города, как можно какую-то конкретную идею довести до какой-то конечной цели. За счет чего-то все это можно реализовать. И чтобы это было действительно не спущено сверху, а в первую очередь интересно самим жителям того микрорайона. Для тех, кто темой это интересуется или заинтересуется в будущем, есть у нас сайт «Малые реки Кирова», рекикирова.ру. И там все вот эти водоемы есть, есть фотографии, общественники ездят, все это смотрят, фотографируют и предлагают, как можно сделать это лучше. Пока, к сожалению, только в фотошопе, но тем не менее. Я бы добавил здесь, что вот конкретно по этому проекту совсем недавно мы сделали маленькую группу. Она называется «Солнечная люльчинка». Да, мы ее увидели. Можно погуглить, по-английски «Санни 43», то есть погуглить, и если вам этот проект интересен, присоединяйтесь, вступайте в группу, потому что нужна любая помощь. То есть в продвижении, в идеях, в реализации. То есть мы готовы к любому абсолютно сотрудничеству. Ну вот для того, чтобы было понятно, что это не только слова и не только идеи, нужно, прежде чем мы подробно разберем сам участок, о котором идет речь, «Солнечная люльчинка», так называется уже этот проект, надо сказать, что проект реки Кирова существует уже третий год. И вот тогда именно он зарождался и здесь, в этой студии, и в разговорах активистов, и в разговорах со специалистами Министерства экологии и природопользования, и заинтересованными чиновниками городской администрации. И учитывались все малые водоемы города Кирова. Это их, прежде всего, река Хлыновка, река Люльчинка, Чехловица. Это такие водные артерии, которые пересекают наш город вдоль и поперек практически. Немногие города могут похвастаться тем, что их пересекают достаточно серьезные водные артерии, а не просто какие-то сточные канавы. И тогда мы как раз по всем этим рекам обсуждали идеи, смотрели круг заинтересованных людей. И ситуация особенно активно стала развиваться полтора года назад, когда Министерство экологии по собственной инициативе подготовило документацию по реке Хлыновка, потому что Алла Викторовна Албегова, министр экологии, она радеет просто душой за этот проект. Она более десятка лет уже предлагала городской администрации поучаствовать в федеральном проекте по расчистке городских рек. А такая программа существует до сих пор, когда федерация выделяет деньги на расчистку, но, и повторяем еще уже не первый раз в нашем эфире, должны быть встречные движения со стороны чиновников. Со своей стороны городу необходимо предоставить техническую документацию по благоустройству берегов. Хотя бы на уровне проектов и предоставить график уборки, можно сказать, стоков, выпусков, которые не соответствуют экологическим нормам. И за это время очень серьезно поменялось на самом деле законодательство в этом смысле, потому что если раньше все стоки необходимо было запускать в единый коллектор и выводить на очистные сооружения, то буквально вот несколько лет, как существует норма, когда локальные стоки, на них можно ставить очистные локальные сооружения, как вот сейчас в Нижнем Новгороде поступают, и вот эти стоки уже спокойно могут поступать в городские артерии. Это значительно облегчает возможность реализации проектов, потому что строительство, можешь себе представить, вот такой канализации, которая ведет в коллектор, это безумные деньги. С этим практически ни один даже обеспеченный город справиться не может. Законодательство поправлено, это облегчает нашу задачу. И с нашей стороны, вот уже в прошлом году, еще раз, Министерство экологии Пахлыновки предоставило документацию по первым 7 километрам и со своей стороны предоставила документацию городская администрация. Мы надеемся, что в 2020 году уже будут получены средства и первые 7 километров будут очищаться и благоустраиваться. А благодаря тому, что новая городская администрация во главе с Ильей Вячеславовичем Шульгиным организовала группу «Киров меняется», куда входит Константин Кропанев со своими проектами. Мы входим с проектом «30 скверов» и там еще ряд проектов. На сайте городской администрации вверху прямо есть плашка «Киров меняется». Все проекты «30 скверов больше, чем парк», «Велошкола», «Дендропарк. Новая жизнь». Ты забыла сказать, что про «Дендропарк» мы сегодня скажем. Действительно. Между прочим, это проект в рамках «Киров меняется». Квартал 119, по которому тоже новости появились. Но это все во второй части. Ленточный парк. Это вот как раз «Малые реки Кирова». Кировские студенты о Кирове. Это новый проект, который сейчас реализует ВИАТГУ. Он тоже вошел в разряд «Киров меняется». Так вот, благодаря работе этой группы и личной заинтересованности сети-менеджера и мэра города Елены Васильевны Ковалевой, которая тоже принимает участие в работе группы «Киров меняется», так вот, уже объявлен конкурс, как вы знаете, на благоустройство, на проект благоустройства Ежовского озерно-родникового комплекса. Вот у меня сразу тогда возникает вопрос. Если деньги в случае удачи мы получим не раньше 2020 года, как раз что нужно делать в первую очередь? То есть можно заниматься благоустройством, а потом углублять, расчищать эти реки? Или нам придется дождаться этих денег, сначала провести эти работы, а потом уже заниматься тем, что наводить красоту вдоль берегов, грубо говоря? Ну, конечно, сначала нужно расчистить русло рек, подготовить речку и прибрежную территорию к благоустройству. Но сейчас надо просто заниматься некой концепцией, то есть надо действительно понять, что там можно сделать в этих районах, как их можно благоустроить и, соответственно, запланировать определенные денежные средства, в том числе и в бюджете. В муниципальном бюджете. Да, это небыстрый процесс, потому что вот сейчас только объявлен конкурс на концепцию, после концепции будет проект, после проекта уже будут готовить смету, соответственно, как будет смета, можно уже планировать какие-то определенные расходы. Надо понимать, что по всем федеральным проектам, я надеюсь, наши слушатели-горожане уже понимают, это касается и дорог, и дворов, и тротуаров, и абсолютно всего. Федеральные средства не могут быть выделены просто вот так, и выделяются только под предоставленный проект городской. Поэтому необходимы параллельные действия по одному проекту со всех сторон сразу. То есть, грубо говоря, когда нам придут те деньги, у нас уже что-то было, что показать? Ну вот мы видим, что, что касается рек, Министерство экологии этот путь уже прошло, они знают, как это сделать, и делают они это достаточно оперативно, со своей стороны готовят документацию. Вся задержка возникала именно со стороны городской администрации, потому что не было опыта подготовки проектов, не считали, что это как-то перспективно, под это же тоже нужно выделять средства и силы. И здесь еще, опять же, государственная политика такова, что необходимо абсолютно, необходимо участие горожан. Не просто интерес, необходимы их запросы, необходимы активистские группы, то есть это третья составляющая успешная проекта. Поэтому вот что касается проекта «Солнечная люльчинка», который мы сегодня будем презентовать нашим слушателям, и мы будем предлагать поучаствовать в этом проекте, это вот как раз еще одна часть водных артерий города Кирова, с которой можно начать, потому что там существует запрос местных жителей. И как Константин правильно заметил, этот запрос-то ведь очень давно существует, он не сейчас возник. И как только началось строительство, издавались первые квартиры вот на этом участке, жители, которые туда заселялись, они надеялись, что будет благоустроена речка. И я помню сама, как жители улицы Кирпичная, что когда застраивалась Кирпичная, им тоже говорили, вот здесь у вас будет пруд, здесь у вас будет набережная. Я только поэтому сюда и заселился, да? Да, и ничего этого не происходило. Но мы должны сказать, что Виталий Брам пришел в нашу студию. Виталий, добрый день. Добрый день, дорогие. Очень рад вас видеть, слышать. Да, Виталий занимается не только управляющими компаниями и АТП, и дорогами, и мусором. И мусором. Он сейчас занимается и реками. И спасибо тебе большое, потому что без тебя вот такой отличный совершенно материал по люльченьке, который сейчас опубликовал и на сайте реки Кирова. На том самом сайте. И на нашем сайте, эхокирова.ру. И на сайте городской администрации в разделе «Ленточные парки». Он бы не возник. И почему нужны такие материалы для того, чтобы люди могли представить, что мы имеем сейчас и предложить, чего мы хотим дальше. Да, но в предложениях, как бы сказать, то есть, безусловно, самый главный фактор – это люди. Но не в плане, как многие транслируют там люди, как новая нефть, а люди, как именно люди-человеки, да? То есть, как высшее создание Божье, да? И, безусловно, когда вот это люди есть, когда они начинают собираться в некое маленькое локальное сообщество, чтобы, допустим, благостроить скверик или что-нибудь там, дворик или все прочее, они приходят к успеху в любом случае. Потому что потребность в этом есть у системы. Мы посмотрели на этот солнечный пруд. Полминуты до перерыва. До перерыва. Я его постараюсь спеть. Вот, посмотрели на многие локации вдоль малых рек. С Константином, еще с Антоном Щегловым, экологом, еще с несколькими там любителями впоследствии мы просмотрели. Такой у нас был рейд по Лельчинке. Удивительные места. Просто заброшенная какую-то Припять, но они тем самым и удивительны, потому что в центре города практически существуют нетронутые такие островки природы, которые можно пустить на благо кирочян. А после рекламы расскажем как. Да, у нас сейчас перерыв на полминуты. Напоминаю, что в Урбане мы принимаем звонки от слушателей 211-101. Сегодня выбираем одну локацию. Это Лельчинка. Это как раз еще раз между какими улицами этот участок лежит? Это улица Ульяновская, улица Римы и Юровской, насколько я помню. Это в районе Ипподрома, в общем, грубо говоря. Солнечная 35-45 дома между Хлыновской и Игровской. Прервемся и продолжим описание этого проекта. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжаем разговор о перспективах развития городских рек, как рекреационных зон. Рекреация – это зона для отдыха в нашем городе. Здесь у нас в студии Константин Кропанев, куратор общественного проекта «Реки Кирова». Виталий Брам – общественный активист. И вот сейчас уже участник проекта «Солнечная Лельчинка». 211-101 номер телефона прямого эфира. Мы хотим узнать ваше мнение. И, возможно, кто-то из вас уже скажет, что готов поучаствовать в этом проекте. Потому что мы тут уже заявляли, что обязательно необходима общественная поддержка и участие. Безусловно, кто чем может. Кто-то может поучаствовать руками, кто-то мозгами, советом и прочее. 211-101. Но еще раз говорим. Мы говорим об участке Лельчинки, который находится ближе к ипподрому. Я понятия не имела, что там есть какая-то природная зона, похожая на пруд, на которую есть запрос. Вообще, очень многих людей, когда начали спрашивать, а где находится Лельчинка или Хлыновка, многие начали путаться и не понимали, что такая длинная река 25 или 35 километров длиной. В принципе, эти реки пронизывают весь город практически и впадают в вятку. Это прекрасно. Подпитывают вятку с точечными водами где-то. То есть мы понимаем, там есть истоки, в том числе и ливневой канализации. Но вопрос в другом. То есть если мы про территорию вот эту локальную на юго-западе, это такой квадрат улицы Ульяновска, улицы Рима и Юровской с двух сторон. Там дальше уже идет промзона. Дальше, если смотреть, будут улицы Щерса, Новый Простор и все прочее. В округе порядка 30 народдомов, которые построены не так давно. Часть домов сейчас застраивается. Компания Майковская. Буквально, кстати, сегодня случайно встретил господина Сергеева. Дмитрий Сергеев. Замечательный человек. И член общероссийского народного фронта. Да, и просто прекрасный человек. И тоже спросил, как тебе вообще история с таким прудиком прекрасным? Он говорит, это прекрасно. То есть я думаю, что взаимодействие возможно. Безусловно, вдоль реки много очень локаций, прекрасных прудов, которые, вот я с удивлением обнаружил пруды, памятник каким-то борцам революции розового цвета, то есть какие-то удивительные вещи. Они есть прямо у нас под боком и, безусловно, в наших силах их благоустроить. Я бы хотел немножко добавить. Есть несколько интересных локаций. Но одна из, так скажем, интересных локаций, это как раз пересечение Солнечной и Московской. Это в районе ТЦ Макси, потому что это центр города, и он там сейчас реально благоустраивается. То есть там будет большая развязка, будет большой дорогой центр. И там напрашиваться, то есть реально напрашиваться какое-то благоустройство. Но, насколько я знаю, в принципе, какие-то действия администрация проводит. И вот по моей информации, буквально в ближайшие дни администрация будет собирать некое совещание по этому участку. Ну вот пару дней назад, по-моему, Света общалась с депутатом УЗС, тут у нас в студии с Федором Сураевым, и задавала как раз, по-моему, по этому участку, ты его спрашивала, почему бизнес не подключается к этой проблеме, потому что там очень много предприятий, складские какие-то помещения, торговые центры. Федор сказал, что очень немного там жилых домов. Он предположил, что низкая плотность жилой застройки, мало людей, поэтому бизнес не рискует, ну, именно бизнес не рискует в это вкладываться, потому что непонятно, как это будет оккупаться. И поэтому, так скажем, мы сдирали ставку именно вот на тот прудик на реке Солнечной, потому что там действительно очень большая плотная застройка. То есть там много домов. Дома новые, то есть там нет реальных каких-то зон отдыха. Конечно, есть еще такая интересная территория по реке Люльченки. Это когда мы едем по Воровского и проезжаем, ну, путепровод, то есть как бы с правой, с левой стороны. И, в принципе, там даже есть проект, который готовила архитектура несколько лет назад. МОП-архитектура. Да, МОП-архитектура по созданию вот в том районе неких там, ну, каскада озер, там, ну, какой-то прогулочной зоны. Но я бы сказал, что там территория, она интересная, но она проблемная, потому что с точки зрения экологии, вот, как ни странно, должны быть определенные болота. Во-первых, эти болота абсорбируют грязь, которая попадает в Люльченку. Во-вторых, в этих болотах там размножается огромное количество городских птиц. Если вот мы, условно говоря, ну, примут такое не совсем правильное решение, там, осушат, либо там сделают какие-то каменные берега. Вот как предлагают, убрать в трубу. Ну, да, то есть это нанесет такой очень серьезный экологический вред. И поэтому там нужно какое-то благоустройство, но совершенно нестандартное. То есть болота там должны остаться, но они должны быть красивыми, условно говоря. Вот сейчас мы как раз на тему экологии поговорим с Антоном Щегловым, экологом, который участвовал, в том числе и в проекте, который вот сейчас вы инициировали и будете развивать «Солнечная Люльченка». Пока мы его набираем, я, наверное, скажу, тоже пару комментариев по этому поводу выскажу. Я здесь с Константином совершенно согласна, что к таким уже сложившимся городским экозонам, таким как вот эти вот болота с двух сторон от путепровода... Ну, экосистема, это по большому счету. ...экосистемам, да, экосистемам с двух сторон от путепровода через Воровского нужно подходить очень аккуратно. Если мы начнем там все рубить и резать, как это сейчас произошло там на Московской, да, все вырубили подросли, просто так открыли, все свалили и посмотрели. И рады уже этому там, кстати, говорят. Приходил торговый центр и говорил, что уже вот это рады. То вот эти сложившиеся экосистемы нужно сначала изучить, чтобы не нарушить тот самый баланс, который Константин здесь говорит. Поэтому, да, выбрали локацию более простую и, наверное, сейчас на данный момент востребованы большим количеством жителей. Это новые микрорайоны. Я бы, да, мы сейчас Антона подключим, но я бы, кстати, после того, как с Антоном поговорим по экологическому аспекту, спросила коллег о том, а кто там застройщики, если вы выяснили, вот в этом районе, где мы говорим про пруд около ипподрома, чтобы понять, какой там представлен бизнес и представить, есть ли у этого бизнеса какие-то планы на рекреационные зоны. Кстати говоря, вот во втором часе к нам приходит Юрий Захаров, Железно. Железно там строят? Там стоит Маяковская. Там, ну, прекрасно. Сергей, значит, скоро пригласим наш эфир тоже. Итак, Антон Щеглов с нами на связи. Антон, добрый день. Здравствуйте. Антон, спасибо, что вышли с нами на связь. Я знаю, что вы сейчас участвовали тоже вот в этом проекте, который запущен, Солнечная Люльченко, и мы говорим о локации, которая находится непосредственно около ипподрома. Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения вас, как эколога, насколько эта локация сейчас уже готова к каким-то изменениям? Или необходимо какие-то дополнительные экологические исследования там произвести? А поясню, почему задаю такой вопрос. Мы только что обсуждали о тех прудах-болотах, которые находятся по обе стороны от путепровода Поворовского. И мы с коллегами опасаемся, что если прямо сейчас туда внедриться, можем нарушить экологический баланс, потому что сложная достаточно система. Там действительно уже заросли камыша, там есть кусты, там селятся птицы, там они размножаются. А что из себя представляет участок вот около ипподрома? Насколько он сейчас доступен для того, чтобы можно было разрабатывать благоустройство? Так и куриц, скажите нам, да. Если можно, начну, да? Да, пожалуйста. Что касается экологической составляющей, вот малых рек, озер, болот, то тут тема-то такая, что нарушить существующий баланс в городе, когда эти реки довольно-таки загрязнены, когда они тащат с собой много загрязняющих веществ, ну это довольно сложно, поэтому с точки зрения экологии любое благоустройство, любое какое-то такое положительное воздействие, когда скорость течения реки уменьшается, когда появляется больше водоемов, большей глубины, то это наоборот способствует осаждению загрязняющих веществ. Как бы получается, что если река довольно загрязнена городская, то возможное благоустройство будет приводить к ее естественной очистке. Что касается локаций, которые мы были, по которой вы беседовали, то там вообще для благоустройства вообще все готово. В чем особенность? В том, что в том месте река еще не набрала достаточно грязи с городских улиц, с дренажа, с каких-то стройплощадок, с каких-то производственных, промышленных объектов. И там она по определению довольно чистая. Если вот ее сравнить действительно с улицей Воровского, где вот уже Люченко протекает в районе Воровского, Московской, то мы видим уже визуально совсем другое качество реки. И, соответственно, там вот про то место, с которым вы общаетесь, там никаких сложностей, никаких особенностей по очистке там вообще нет. То есть хоть сейчас можно благоустраивать, и это будет вполне комфортно, логично и для жителей. Ну и, собственно, для самой реки, конечно. Существует ли до этого участка в выпуске каких-то вредных веществ? Интересно, потому что, насколько я помню, Константин, может быть, ты мне напомнишь, Министерство экологии говорило, что если по Хлыновке практически все выпуски вредные закрыты сейчас, то по Люльченке оставалось три вот таких выпуска. Они выше по течению этой территории или ниже по течению находятся? Что нам известно об этом? Ну, эта тема очень интересная. Почему? Потому что последнее обследование, которое проводилось вот объективно, и которое я ознакомился, это было в 90-х годах. И согласно этим исследованиям, да, там действительно есть несколько выпусков с промышленных площадок, площадок вот именно выше этого места. Но сейчас те производства, которые когда-то сбрасывали свои источные воды, они сейчас не действуют, но все равно какие-то дренажные воды все равно туда идут с этих площадок. И поэтому, конечно, однозначно сказать сложно. И вот я считаю, что каких-то таких серьезных исследований в этой области не было. И данные показывают как раз-таки то, что очень мало кто в городе владеет реальной картиной, какие выпуски, где выходят малые реки. Что касается дренажных сточных вод, которые идут из-под промышленных крупных предприятий, что касается, собственно, сброса ливневых сточных вод с дорог, это, мне кажется, сейчас такая тема не очень проработана. Скажите, пожалуйста, Антон, вы как эколог, когда обследовали вот этот конкретный водоем, вы сейчас визуально, может быть, если пробы не забирались, визуально видите загрязнение именно техногенного характера или нет? Ну, в том месте река довольно чистая. Еще раз повторюсь, там еще она не пересекала больших магистралей. То есть это до производственной, до Варковского, до Московской, из которых идет большое количество ливневого стока, в первую очередь даже с этой же дорожной полосы, с этой же части, которая посыпает солью, песком. В случае вот таких масштабных действий, давайте заглянем на перспективу в 10, 15, 20 лет вперед. Если город займется малыми реками и водоемами Кирова, они будут очищены, превращены в рекреационные зоны, как сейчас в Казани, в Москве происходит, прямо на глазах это происходит. Что город с точки зрения экологии получит и качество жизни населения? Ну, если подходить к этой теме, если подходить к этой теме действительно так вот прогрессивно, и пытаться поставить перед собой не только цель действительно рекреации, но еще и очистки вот этих вот ливневых, сточных вот дренаж, сточных вот которых, я вас уверяю, гораздо больше, чем есть информация у госорганов. И если пытаться это сделать одновременно, то есть с одной стороны очистить вот этот дренаж, как-то его осадить, потому что есть, все больше развивается сейчас направление экологическое, когда очистные сооружения не делаются какие-то специальные, с механическими частями какие-то там, что-то там прокачивают через эти стоки, там искусственно водоросли разводят, микроорганизмы, сейчас все больше идут к тому, чтобы это естественным процессом очищалось. То есть, проще говоря, современное очистное сооружение – это большое болото, только оно антропогенное, то есть оно специально так создано, чтобы там все загрязняющие вещества осаждались. Если это совместить, да, в каком-то проекте, как вот мы, допустим, видим в Казани, идет сток с городской черты, с дороги, да, и создан специальный биопрут, он так называется, биопрут, то есть там на этих растениях производится осаждение загрязняющих веществ, отстаивание воды, в то же время этому всему предано такой симпатичный такой вид, подсвечено, благоустроено, сделаны дорожки, и вот, получается, одним проектом достигнуты две цели – и рекреация, и очистка. Если исходить из этого, то город, ну, буквально, и законодательство природоохранное будет соблюдать, и людям будет намного приятнее и комфортнее их среда обитания. Спасибо, Антон Щеглов, эколог был с нами на связи. Переживемся на полторы минуты, у нас реклама, и продолжим разговор о проекте «Солнечная Люльчинка». Мы говорим о локации реки Люльчинки около Ипподрома. Урбан. Программа о городских проектах. Чистые пруды, застенчивые ивы. Как могут выглядеть малые водоемы Кирова? Так называется материал, размещенный на сайте «Малые реки Кирова». Можно набирать «рекекекирова.ру» или на нашем сайте «ехекирова.ру». Ну, вот, кстати, на реке Кирова уже более такой совершенствованный вариант материала выложен. Тем не менее, всех, кого интересует эта локация, улица Солнечная, Ульяновская, да, недалеко от ипподрома. Можете зайти на сайт реки Кирова и посмотреть, где это находится. Там же есть и описание самого этого пруда, и фотографии, как это выглядит сейчас, и как это может выглядеть, если приложить необходимые усилия, и найти средства на благоустройство этого региона, этой локации. Хотелось бы, да, остановиться на средства, потому что проекты, они все прекрасные, то есть есть у нас проекты по 30 скверам, просто прекрасный проект, надо реализовывать очень срочно, очень уже необходимость назрела, и, безусловно, делать нужно и по «Малым рекам», и многие другие инициативы, которые там вчера смотрели сквер на Пугачёво, там, где Олимп, там построился, здесь отличный скверик, но он неблагоустроен, в принципе, то есть там дорожки сделаны, «Газпрома» спасибо, но надо идти дальше. Где взять денег? Главный вопрос. К сожалению, объективного, точного ответа я пока что не услышал, но у меня есть вот свое мнение, которое, в принципе, находит поддержку и в органах власти, с кем я общался, в том числе в министерстве, в том числе в городской думе, среди депутатов, среди мэра города, среди архитектурного сообщества. Так вот, смотрите, у нас самое главное нужно понимать, что есть указ президента Майский, новый, этой весной, который вышел, который нам говорит, что, соответственно, указом требуется кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, прямо там зафиксировано, то есть нам нужно это достичь, и все прочее, в том числе вовлечение граждан. И в соответствии с этим мы посмотрим, в принципе, какие средства вращаются сейчас в бюджете на благоустройство, и выделяется прекрасная федеральная программа «Комфортная городская среда». Мы про нее как-то уже говорили, но хотел бы еще там застричь внимание, что мы в 2017 году 2,3 программы этих средств потратили на частную собственность, на дворовую территорию, в 2018-м 50%. Есть прекрасная тенденция. Мое мнение, что абсолютно безумие тратить половину бюджета этой программы, это 150 миллионов из 300 примерно, на благоустройство частной территории, дворы. В городе, где нет, в принципе, благоустроенных сферов, их очень мало, где нет тротуаров, где реки в таком странном состоянии находятся, на мой взгляд, это абсолютно безумие. Я бы предположил бы, что, конечно, дворы какие-то благоустроить нужно, давайте посмотрим, какие. Допустим, есть прекрасный проект «Пешком порядке». Антон Костанов, Стас Суворов, большие молодцы, водят людей по этим старым историческим зданиям. И когда я вместе с ними, вместе с этими прекрасными людьми, кто идет там, слушая прекрасные истории про наш город, про нашу историю, заходим в исторические здания и видим разрушенные исторические дворы, потому что они лет сто назад были созданы и так и остались. Так вот, давайте мы, если будем делать дворы, будем делать ставку на вот эти исторические архитектурные какие-то объекты, которые включены в все реестры и все прочее. Тем более, они даже исключены из программы капремонта, там до сих пор нет решения, что с ними делать. Так вот, один момент. Второй момент, уже сейчас прошла история, что если трафик социальных объектов, будь то школы, будь то больницы, сквозь дворы, давайте мы их там благоустроим. Но вот все там территории частные благоустроить мы не сможем, потому что в городе Кирове порядка пяти тысяч дворов. Из них по официальным данным, я думаю, они не совсем точные, порядка тысячи двухсот требуют благоустройства. Мы за пять лет до 22 года благоустроим максимум 250, то есть очень маленький процент, мы не достигнем результата. В соответствии с этим, люди, конечно, скажут, уже которые там участвовали в прошлом году, в этом году, а что делать, мне нужен двор. Я говорю, я очень хочу, чтобы у всех были дворы прекрасные, но давайте действовать по принципу приоритетности. Ну, что уж делать, то есть есть дефицитный бюджет на все дворы, на все там скверы, его не хватит, к сожалению. И давайте мы выставим приоритет, что сначала общественные блага какие-то, которые пользуются высоким спросом, затем в разрезе уменьшения благополучателей, то есть потом мы делаем дворы в историческом поселении, где там есть трафик к соцобъектам, затем уже все остальные дворы. Денег в стране много, жить нам еще в вечность, поэтому мы успеем все сделать. Ну, здесь, конечно, с тобой поспорят, и вот сейчас по телефону 211-101 как раз нам звонили, мне выпустили в эфир, извините, слушатели, потому что она как раз говорила про дворы, она сказала, какие реки сначала, дворы, и я уверена, что большинство, конечно, скажет, погодите с вашими реками, у нас тут ни пройти, ни проехать к подъезду, какие дворы, ну, то есть он все равно будет вызывать этот вопрос, конечно, дискуссию, и эта дискуссия, снова возвращаемся, наверняка также будет возникать в процессе форума, первого урбанистического кировского форума, который пройдет 23-24 числа, и это хорошо, что она возникнет, эта дискуссия, потому что мы, собственно, должны принимать участие в том, как распределяется бюджет и где у нас приоритеты. Но все-таки давайте вернемся к истории, которая очень важная. Я уже услышала, кто там застраивает, я знаю, вы сказали, что Маяковская застраивает, КССК устраивает, все-таки я-то как раз придерживаюсь того, что необходимо находить инструменты, выстраивать правильные отношения с бизнесом, которые могут быть заинтересованы, или их надо заинтересовывать. Вот как заинтересовывать? Или, как сказал, кстати, Федор Сураев, вот он есть у нас в новостях, он же не просто сказал, что может быть маленький трафик, может быть это, 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 а я его спросила тогда, это было особое мнение, как раз у меня в понедельник, можно переслушать на сайте эхакирова.ру и перечитать, есть расшифровка. Я ему сказала, что, ну а в каких вариантах, он говорит, вот если бы в правила благоустройства города Кирова был внесен пункт, что когда мы сдаем в аренду или продаем участок, то обязательно к выстраиваемому, неважно, общественному, торговому зданию или там жилому дому, необходимо вот такой-то порядок благоустройства, озеленение, скверов и так далее, то бизнес бы делал и не пикал, да. Мы Макси, проблему с Макси как раз разбирали, мы же ее тут инициировали, в общественной тоже палате, посмотрим, как это все выглядит, потому что просто взяла прежняя администрация Макси сказала, что, не, мы не мегадом, мы не будем вам тут Людчинку благоустраивать, и нашим клиентам тоже не надо, чтобы они сидели на лавочках в тени деревьев, так, отрезайте и сдавайте куда хотите, и формально просто отрезали и выбросили этот кусок, это тоже не подход ведь. Опять же, смотрите, вот был звонок, я понимаю, что у всех разрушены дворы, как будто в Припяти, но я хочу, чтобы люди поняли, что это ваша частная собственность, это не собственность общая, давайте мы сначала сделаем общественные территории, которые пользуются все, то здесь один дом, допустим, там 100 квартир. Нет, вы так можешь не объяснять, твой призыв понятен, твой призыв абсолютно понятен, и это мнение имеет, конечно, под собой обоснование, давай мы это вынесем на отдельную дискуссию, потому что как бы в эфире это не... Мы-то выносили даже в отдельный номер. Хотел бы доставить свои немножко, так скажем, мысли, то есть в этом и проблема, что у нас вроде бы две реки, при том, каждая протекает через весь город Киров, но у нас на сегодняшний день на всей протяженности там 20 километров Хлыновки, 20 километров Люнчинки нет ни одного облагороженного места. Да, точно. То есть нет ни одного облагороженного места, поэтому люди просто не понимают, где эти реки и что они себя представляют. И как это может быть, насколько комфортно жить в таких условиях. Потому что эту же Люнчинку воспринимают реально как сточную канаву. Но мы там были, мы видели там огромные пруды в центре города, которые составляют несколько гитаров. И даже бобровую плотину. Бобров надо спасать, друзья. Реально, это кажется шуткой, но мы видели там следы бобров. Можно быстренько, у нас совсем мало времени осталось. В начале программы мы призывали людей присоединяться к проекту. Вот сейчас, на данном этапе, чем могут помочь люди? Понятно, что я там как человек, как горожанин не могу взять и вот вбухать там пару миллионов на благоустройство или на расчистку берегов. Что люди могут сделать? Сейчас вот моя задача, на самом деле, выстроить какие-то взаимоотношения с местными инициативными группами. Такой-такой процесс как бы идет. Мы создали группу. И получается, что, честно говоря, я своими силами не могу людей заставить, чтобы они захотели. А если они как бы захотят, то они должны каким-то... Захотеть что? Вот я вступаю в эту группу. Что делать? Что делать? То есть подумайте, чем вы можете помочь. Вот вы как журналист можете эту проблему поднимать средства массовой информации. Вы как дизайнер можете помочь нам сделать какой-то некий проект. И вы как, условно говоря, бизнесмен можете реально пожертвовать каких-то определенных денег. Вы как переговорщик можете объединить местное сообщество горожан. То есть помощь нужна самолюбаемая. И, честно говоря, мы сами до конца не знаем, как мы этот проект сможем реализовать и когда он реализовывается. Через год или через пять. Но чем раньше мы начнем реализовывать, тем это быстрее получится. И при том тут надо делать это на совершенно новом, ну то есть таком профессиональном уровне. То есть там была попытка реализации некого проекта. То есть там жители собрали, собрали каких-то денег, закопали скамеечки. Но за этой территорией никто не следит. За ней ее никто не облагораживает. И вот такая местная, условно говоря, местная инициатива такая, она как бы получила обратный эффект, что на этих скамеечках, по большому счету, там сидят, пьют пиво, там жарят шашлыки. И это пугивает людей. Это пугивает людей. Вот это как раз история, которая тоже сдвинулась с мертвой точки и развивается. И необходимо, чтобы в ближайшее время как раз правило благоустройства было это учтено. И новая структура как раз. Ты помнишь, Шульгин говорил, что будет создана новая структура, которая за парками и скверами будет следить. То есть ведь нужно на баланс чей-то передавать эту территорию, чтобы ее обслуживали, следили и так далее. И это очень важный вопрос. Здесь обязательно очень жесткая позиция администрации. Они должны выработать этот механизм и принять. Да что его вырабатывать? Уже в городах-то он создан, он понятен. Нужно взять и сделать. Все, нужно взять и сделать. Давайте сделаем. Да, Солнечная Людченко, группа ВКонтакте. Заходите, регистрируйтесь, предлагайте свою помощь, своей идеей, Солнечная Людченко, группа ВКонтакте. Сайт реки Кирова, посмотрите, пожалуйста, там все материалы выкладываются. И чтобы вы понимали, что здесь есть поддержка властей, на сайте администрации города Кирова есть раздел «Киров меняется», и там проекты вот эти все отражают. Ну и, соответственно, приглашаю на форум всех желающих поучаствовать, пообсуждать эту проблему. 23-24 числа. Давайте спасать бобров. Урбан. Программа о городских проектах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...